здравствуйте уважаемые гости компания кодерлайн приветствует вас на нашем вебинаре тему вы видите на экране и контакты которые здесь расположены ими можно воспользоваться это телефон электронная почта и электронная почта моя личная адрес сайта на который вы можете обратиться для того чтобы может быть посмотреть какие-то информационные материалы мы будем рады ответить на все ваши вопросы особенно если вы их зададите письменно потому что в этом случае мы сможем ответить уже адресно исходя из вашей ситуации и соответственно более полно потому что не будет лимитировано время обращаюсь к вам с просьбой чтобы вы отключили мобильные телефоны и проверили чтобы был отключен звук итак мы начинаем тема нашего сегодняшнего вебинара это изменения которые произошли в 2022 году их достаточно много про изменения которые касались первого квартала то есть это работа с новыми фсб у это прослеживаемые товары и отчетность за год у нас уже были вебинары вы можете их посмотреть а сегодня мы поговорим об изменении пособий мротов зачет налогов изменения в налоговых правилах по бухучету аренды и лизинга новых кодекса и поправках которые были утверждены к первой части налогового кодекса ну первое о чем хотелось бы рассказать это по поводу пособий новшества которые с ними связано потому что это касается зарплаты оплаты персоналу то есть так сказать самый болезненный вопрос в 2022 году были изменены суммы пособий по временной нетрудоспособности был изменен мрот и на данный момент мрот у нас составляет 13 980 единовременное пособие по поводу рождения ребенка тоже увеличено и в настоящий момент 19 981 рубль также выросли предельные базы по страховым взносам как вы видите на экране по несчастному страхованию то есть страхование от несчастных случаях на производстве у нас составляет 1032 рубля а взносы на пенсионное страхование это 1565 рублей документы на выплату единовременного пособия по поводу рождения ребенка теперь тоже подаются в другом порядке и направлять отдельно документы на выплату единовременного пособия на ребенка не требуется то есть работодателей такая обязанность снята собственно говоря сегодня у нас будет с вами экскурсия по наиболее часто задаваемым вопросам которые возникали у бухгалтеров со всеми этими новшествами и в общем то сначала мы поговорим про пособия мроты ну и затронем основные вопросы которые задавались ну первое это листки нетрудоспособности в 22 году оформляются только в электронном виде и процесс оформления электронных больничных поскольку он затрагивает четыре стороны то есть и фсс соответственно его территориальные органы медицинские организации которые выдают больничные листы ну соответственно работодатели и самих работников изменился порядок работы с электронными больничными и в этом случае у нас появился так называемый проактивный режим проактивный режим это условия когда фсс может начислять поскольку она получает данные об электронных больничных листках напрямую она может начать предоставление больней предоставление оплату точнее по больничному листку не дожидаясь фактического обращения страхователи в этом случае стоит напомнить напомнить что обязанность по оплате первых трех дней больничного листочка у нас остались за работодателем остальное естественно оплачивает фсс оплачивает уже напрямую работнику еще один акцент который хотелось бы сделать что все пособия и больничные листки и единовременные выплаты фсс осуществляет на карту мир для работы с электронными листками нетрудоспособности можно использовать как программы в которых вы работаете то есть это один из парус ну соответственно их много достаточно можно использовать возможности операторов электронного документа оборота с кем вы работаете через кого сдаете отчетность это сбис контур такс ком астрал либо на сайте фсс напрямую скачать программу подготовка к расчету здесь вы видите ссылочку по которой на сайте фсс можно перейти то есть личный кабинет и соответственно заполнять данные там здесь обратите внимание на то что электронная подпись которая должна быть использована и но ее можно использовать тоже и что вы используете для сдачи отчетности но по электронным подписям мы еще поговорим с вами немножко попозже потому что в этом году есть свои нюансы электронную подписи в этом году оформляют уже налоговые инспекции следующее о чем хотелось бы поговорить это порядок какой в каком порядке работать нужно работать с электронными листками нетрудоспособности соответственно при получении электронного листка нетрудоспособности необходимо внести изменения в табель ну проставить что человек находился на больничном листе и если вдруг мы обнаружили какие-то ошибки в предоставленных сведениях то фсс необходимо отправить информационное сообщение информация об ошибке лены в этом случае фсс должно уведомить поликлинику или медицинскую организацию которая выпустила этот листок о том что необходимо внести изменения и выдать дубликат уже со справлениями здесь установлены сроки то есть не позднее трех рабочих дней работодатель должен передать фсс сведения которые необходимы для назначения выплаты пособия ну соответственно за своей электронной подписью данные сведения работодатели должны передать в ответ на запрос фсс который в который уже в котором уже содержатся предзаполненные сведения ну то есть та информация которая имеется в фсс на основании этих сведений происходит начисление по больничному листку и оплата уже напрямую соответственно работнику кроме этого кроме того что изменилась изменился порядок работы с больничными листками у нас был увеличен мрот то есть и соответственно все выплаты которые связаны с мротом то есть 1 января 22 года мрот составляет 13 тысяч 890 рублей ну сначала озвучивались более меньшие суммы но 18 ноября 21 года президент сообщил об увеличении минимальной зарплатной платы и госдума утвердила эту сумму 13 тысяч 890 рублей то есть это минимальная зарплата обратите на это внимание может быть в вашем регионе заключено трехстороннее соглашение и действует увеличенная то есть минимальная заработная плата может быть увеличена ну во-первых это касается районных коэффициентов но здесь обратите внимание на то что районные коэффициенты прибавляются сверху они включаются в мрот ну и как я уже говорила возможно что есть трехстороннее соглашение в котором устанавливается другая повышенная сумма оплаты труда что у нас зависит от мрот то есть ну во первых зарплата должна быть не ниже мрот во вторых при расчете пособия по беременности и родах есть и родов если у сотрудника небольшой стаж и маленький допустим заработок то в этом случае сумма должна быть не меньше мрот за полный месяц ну то же самое касается и обычного больничного листа следующее еще ну как бы не новшество собственно говоря отчетность которую бухгалтера должны сдавать по заработной плате разделяется на четыре основные категории ну соответственно состав и периодичность зависит от количества работников фискальная отчетность это соответственно отчетность налоговую инспекцию и отчетность во внебюджетные фонды во внебюджетные фонды мы отчитываемся только по пенсионному страхованию и соцстрах статистика в этом году напоминаю о том что за непредоставление статистической отчетности уже действуют штрафы которые достаточно большие поэтому на статистику обратите внимание чтобы не попасть под эти штрафы информация по статистической отчетности практически содержится вся на сайте росстата и по вашему и нн можно посмотреть какие формы отчетности вы должны сдавать в этом году но соответственно иные сведения это если есть какие-то запросы от заинтересованных организаций то есть налоговых инспекций министерств ведомств и так далее у налоговую инспекцию мы сдаем 6 ндфл и соответственно рсв в пенсионку мы сдаем по численности по стажу работников то есть персонифицированные сведения и фсс мы сдаем отчисления на травматизм то есть по несчастному страхованию ну статистику как я уже сказала в зависимости от того какие отчеты для вашей организации установлены исключения вот именно по этим отчетам которые я сейчас перечислила нет сдают их все работодатели и об этом нужно помнить поскольку штрафы на самом деле достаточно требования ужесточены и штрафы увеличены следующий момент на который мне хочется обратить внимание это о том что изменялись форма отчетности ну практически за первый квартал мы уже отчитывались поэтому для это для вас уже не совсем такая свежая новость но тем не менее я хотела бы напомнить что рсв с отчетности за первый квартал сдается по новой форме не сдаем мы теперь среднесписочную численность сведения по среднесписочной численности указываются на титульном листе рсв отчеты 6 ндфл и 2 ндфл теперь объединены и сдаются они по сдаются они в форме 6 ндфл по итогам года и опять же сдаются на новом бланке статистические отчеты ну п4 это тоже новый бланк и применять ее нужно будет с отчетности за 22 год если вы ее сдаете новая форма отчетности по с азвм которую пенсионный фонд тоже обновил новый бланк применяется с 21 года то есть скорее всего вы уже его применяли но проверьте пожалуйста еще форму с азвтд с прошлого года с июля месяца она тоже обновлена в ростат у нас электронная отчетность то есть соответственно можно ее на отправлять по электронным каналам связи и в общем-то исключение это субъекты малого и среднего предпринимательства но тем не менее с 1 января 22 года они тоже должны отчитываться и подписывают подписывать отчетности цепи то есть это опять же к тому что я говорила что теперь электронную цифровую подпись выпускает заверяет налоговая инспекция то есть если раньше вы могли ну какой-то коммерческой организации оформить допустим контур оформлял электронную цифровую подпись и некоторые другие организации то теперь это делает только налоговая инспекция и практически с прошлого года до наверное середины марта они рассылали делали рассылку где напоминали об этом по среднесписочной численности вот титульный лист rsv у нас выглядит вот таким образом и вот выделена рамочкой где мы должны проставить среднесписочную численность то есть теперь отдельную справочку по этому подавать не нужно также с 1 июля изменились пособия по учету в ранние сроки беременности то есть до 12 недель если раньше мы платили денежку всем будущим мамам без исключения то есть принесла справочку и получила свое пособие пусть небольшое но всем теперь пособие сделали ежемесячное но получать его будут не все будущие мама только те у которых средний душевой доход семьи не выше прожиточного минимума на душу населения но соответственно с учетом региональных поправок или надбавок таким образом если женщина собирается в декретный отпуск то пособие по пособие за постановку в ранние сроки беременности она получит в том случае если например двое работающих двое взрослых человек в семье значит прожиточными минимум 13 890 на двоих человек состоит 27 780 то есть если доход семьи меньше чем эта сумма они будут получать пособие за постановку на учет ранние сроки беременности точно так же если человек работает по совместительству и в течение двух последних лет до начала отпуска по уходу за ребенком работал у одних и тех же работодателей то в этом случае заявление на оформление пособия можно подать любому из них если в течение последних двух календарных лет совместитель работал у других у разных работодателей то заявление опять же подается одному из работодателей у которого он работал на момент начала отпуска по уходу за ребенком ну то есть соответственно он может выбрать то место где у него была повыше заработная плата с 2022 года с 1 января получили дополнительные льготы компании общепита то есть их освободили от ндс и нет тарифы они могут использовать пониженные для взносов при этом средняя списочная численность их работников может превысить 250 человек то есть это лимит для малого и среднего бизнеса но для организации платить пониженные взносы возможно до тех пор пока количество работников не будет более полутора тысяч человек также изменился добавился вычет по ндфл в размере 13 процентов от занятия спорта то с фитнесом но при этом нужно обратить внимание это относится к социальным выплатам то есть к социальным вычетам то есть это вычеты на лечение на обучение и размер этих вычетов не увеличен то есть вы можете воспользоваться вычетом на спорт но в рамках прежних лимитов этот новый социальный вычет действует с первого января января и получить его могут те лица которые воспользовались физкультурно-здоровительными услугами и соответственно их оплатили в этом случае они могут применить этот вычет но нужно обратить внимание на то что организация которая предоставляет такие услуги то есть это может быть спортивная школа фитнес-центр и так далее она должна быть включена в специальный перечень то есть в реестр таких предприятий реестр этот можно посмотреть и достаточно много справочных программ в которых он опубликован сформирован он министерством спорта на 2022 день как я уже говорила такой вычет не должен превышать 120 тысяч рублей за год в совокупности с другими социальными выплатами это положение регламентируется федеральным законом от апреля 21 года с 1 января 22 года произошли изменения также по зачету уплаченных налогов то есть например если у вас есть переплата по какому-то налогу то вы можете его зачесть в сумму сумму тех налогов которые у вас например ну есть либо недоимка либо погасить задолженность теперь можно раньше можно было зачитывать только допустим федеральные налоги в счет федеральных налогов теперь можно зачитывать не только в счет федеральных налогов но и страховые взносы пении и штрафы но здесь есть одна небольшая оговорка в случае если у организации или у частного предпринимателя есть недоимка по иным налогам и сборам то излишне уплаченный или взысканный налог налоговая вам вернет после зачета суммы переплаты в счет погашения вашей недоимки то есть такая норма предусмотрена в налоговом кодексе статья 79 пункт 1 для этого нужно подать заявление об уплате о зачете или возврате денег не позднее трех лет с момента образования переплаты но нужно помнить еще об одном моменте как только вы пишете какое-то заявление о возврате хотя бы одного рубля из бюджета то соответственно у вас будет камеральная проверка и проверяться будут соответственно все данные по поводу начисленных налогов и уплаченных то есть все возвраты из бюджета сопровождаются камеральными проверками есть еще одна ложка дегтя которая связана с законом 374 фз то есть с 1 июля 21 года то есть практически год назад вступил в силу дополнительный перечень обстоятельств когда налоговая может посчитать вашу отчетность непредоставленной то есть основные параметры по которым это может произойти то есть это первое что налоговая подписано неуполномоченным лицом это касается всех налоговых деклараций второй момент это если налоговая отчетность подписана дисквалифицированную физическим лицом и срок дисквалификации еще не истек на дату когда вы подписываете отчетность также из этой серии если имеются сведения о смерти подписанта до того как была подписана отчетность или если например в отношении руководителя который подписывает отчет внесена запись в игре о недостоверности сведений вот это достаточно часто встречающиеся проблемы когда например директор поменял паспорт или например если руководитель женщина вышла замуж поменяла фамилию опять же изменила паспорт в этом случае в игре вносится запись о том что представлены недостоверные сведения и потом достаточно проблематично ее снять потому что сведения нужно подавать заново писать соответственно пояснительные записки и заявление о том чтобы изменить данные в игре и занимает это ну в общем-то как обычно вся переписка с налоговыми инспекциями не один день и поэтому здесь можно попасть на достаточно серьезную проблему также если например в отношении налогоплательщика организации в игре внесена запись о прекращении деятельности например если была реорганизация ликвидация или какой-то какая-то причина исключения из реестра действующих лиц вот здесь обратите внимание что это нужно регулярно проверять потому что налоговая вносит сведения если например в течение определенного периода не велись операции по банку не осуществлялась какая-то деятельность то есть это для организаций которые ну заморожены поддерживаются так сказать на плаву для каких-то целей нужно проверять что они не исключены из госреестра также если по декларации НДСной налоговые органы обнаружили расхождение с контрольными соотношениями контрольные соотношения опубликуются и включены в информационные сведения по 1С мы потом посмотрим где это можно увидеть ну либо если отчетность содержит ошибки в расчете ну либо по декларации либо по страховым взносам вот это самый коварный пункт потому что обычно ошибки достаточно часто встречаются особенно если например это страховые взносы то ошибки могут быть связаны с округлением то есть технические ошибки и в этом случае когда вы отправляете декларацию и сидите совершенно спокойно с тем что вы ее уже все сдали вам приходит уведомление что декларация не принята на особом контроле сейчас у ФНС это снижение зарплаты ну собственно с этим связаны больше всего требования которые поступают от налоговых и внебюджетных фондов по поводу указания в отчетах здесь нужно обратить внимание на то что срок ответа регламентирован то есть 5 дней иначе компания нарвется на штрафы с этого месяца то есть с мая 22 года за нарушение сроков перечисления зарплаты введены штрафные санкции достаточно большие на организацию это до 100 тысяч рублей причина таких штрафов это несоблюдение новых правил для заполнения платежа ну и собственно говоря аннулирование отчетности это опять же если вы получили уведомление о том что отчетность не предоставлена или аннулирована в этом случае налоговая будет ссылаться на перечень оснований по которым налоговики сочтут отчетность непредоставленной если они видят хотя бы одно обстоятельство из списка из этого перечня то контролеры должны прекратить камеральную проверку и направить налогоплательщику уведомление об отказе в ее приемке то есть практически налоговая будет вас держать в напряжении так сказать до последнего значит срок направления такого уведомления 5 рабочих дней со дня выявления соответствующего основания но поскольку сроки проверки отчетности налоговыми органами не установлены то есть соответственно пока вы не получите уже ну скажем так пока вы не начнете сдавать следующую отчетность быть уверены в том что ваша отчетность уже сданная прошла и принято к сожалению не получится при этом вот я еще раз хочу обратить внимание что это именно та отчетность которая прошла первичный контроль и принята к проверке налоговой инспекции про дополнительный перечень обстоятельств я вам уже говорила то есть еще раз просто посмотрите на это на этот перечень ну и по хорошему конечно его лучше все-таки скачать и проверить все данные о ваших руководителей за налоговые также изменила порядок который регулирует сдачу бухгалтерской отчетности начиная с годовой отчетности за 21 год ну здесь собственно ничего особо нового нет хотя в общем-то если брать де юре это новый нормативный документ на самом деле это просто снимали условия которое было в законе об учете что вы можете направлять отчетность только через оператора ткс сейчас и бухгалтерскую и налоговую отчетность можно сдавать через оператора и второе на сайте налоговой инспекции уважаемые гости прошу прощения прошу прощения не могли бы вы отключить микрофона потому что мне вас слышно а вам меня скорее всего не будет слышно прошу прощения Екатерина будьте любезны отключите микрофон в этом году не нужно будет подавать дублировать отчетность в государственные органы власти то есть налоговые инспекции сами формируют информационный ресурс бухгалтерской отчетности так называемый ГИРБО в этом случае все заинтересованные организации могут получить сведения о вашей бухгалтерской отчетности через сайт ГИРБО и соответственно передать ее дальше по этапу тем кому эта отчетность может потребоваться поскольку в общем-то новые требования к оформлению платежных поручений участвуют в штрафных санкциях и так далее сейчас мы немножечко поговорим именно об этом значит в платежных поручениях новые коды в платежках с 1 мая вот поле из платежного поручения назначение платежа должно соответствующий код иметь если перечисление не является доходом физического лица а имеет компенсационную суть ну например подотчетные средства или компенсация там за какие-то операции то в этом случае поле может оставаться пустым либо должны быть заполнены коды то есть зарплаты и прочие доходы с которых можно проводить удержание периодические доходы и так далее на самом деле эти коды во многих банках уже применялись из прошлого года то есть это тоже не совсем такое уж новшество но тем не менее обратите внимание обычно код проставляется либо троечка либо пятерочка ну в зависимости естественно того что это такое обратите внимание что в этом случае если вы не указали код или неправильно указали в этом случае вы можете нарваться на крупный штраф то есть для организации это от 50 до 100 тысяч рублей и на предпринимателей то есть на ИП или на руководителей каких-то подразделений ИП могут быть назначены от 15 до 20 тысяч рублей штрафной санкции если указан вид операции вот списочек вы видите то есть подотчетному лицу перечисление зарплаты по ведомости депонированные зарплаты дивидендов самозанятым то появляется поле удержания по исполнительному листу но на случай если у вас имеются исполнительные листы естественно они могут быть и от службы судебных приставов и от других организаций ну и соответственно в этом случае исполнительный лист будет иметь вот такой вид удержания по исполнительному листу и здесь значит должны быть проставлены варианты один из которых вам подходит теперь немножечко по поводу бухгалтерского учета аренды то есть это еще одно ФСБУ 25.2018 почему я на нем останавливаюсь потому что есть тонкости при которых это ФСБУ применять нельзя точнее не нельзя а как обычно обычно договора аренды составляются на 11 месяцев чтобы не нужно было регистрировать договор в БТИ ну соответственно кто может не применять это ФСБУ в таком случае если у нас договор составляет меньше 12 месяцев то мы можем не применять ФСБУ но если договор пролонгируется ежегодно то в этом случае мы обязаны будем применить это ФСБУ потому что налоговая будет проверять соответствие что фактическое начисление аренды происходит в одном и том же объеме в одни и те же сроки и на протяжении свыше 12 месяцев то есть в этом случае воспользоваться вот этим послаблением мы не сможем следующий скользкий момент это если стоимость имущества не превышает 300 тысяч рублей вроде все понятно кроме одной оговорки 300 тысяч рублей это должна быть первоначальная стоимость а не остаточная это мы с вами говорим про аренду имущества еще один момент если арендатор применяет упрощенную систему налогообложения то бухучет ФСБУ бухучет аренды можно не применять но если по завершении договора лизинга право собственности на предмет лизинга переходит к вам или вы покупаете это имущество ниже справедливой стоимости ну либо сдаете его с субаренду то вот данное исключение вы применить уже не имеете права то есть несмотря на то что у вас упрощенка если вот эта оговорка вас касается то вы должны будете его применять еще пару слов про лизинг то есть лизингополучатель в балансе отражает право пользования активом который тоже амортизируется то есть у нас возникает в этом случае два понятия гарантированная ликвидационная стоимость и негарантированная ликвидационная стоимость гарантированная это когда стоимость по которой вы в конце договора выкупаете предмет лизинга а негарантированная это предполагаемая справедливая собственность предмета аренды которую он будет иметь к концу срока аренды за вычетом сумм которые учитывались в составе арендных платежей для определения срока амортизации права то есть амортизация права пользования активом у нас необходимо будет учитывать требования ФСБУ 6.2020 и ФСБУ 26.2020 то есть основные средства и капитальные вложения амортизация права пользования амортизируется точно так же как основные средства которые находятся у вас в собственности обратите внимание немножко как бы замудренно по формулированию но тем не менее эти новые понятия которые содержатся ФСБУ 6 и ФСБУ 26 с ними нужно очень четко разобраться потому что много вопросов которые в связи с этим поступают и к нам и не только к нам теперь что у нас касается других налогов в частности НДФЛ с 2021 года 13% применяется только до тех пор только до тех пор пока доход сотрудника не составит 5 миллионов ну соответственно либо меньше либо 5 миллионов если сумма составляет больше 5 миллионов то у нас будет действовать ставка 650 тысяч рублей плюс 15% суммы превышения и в этом случае нам надо будет заполнять разделы 1 и 2 отдельно по каждой ставке и указывать в них разные КБК то есть соответственно ставки у нас будут 13% и 15% и обратите внимание на 13% у нас будет одна ставка а на 15% КБК уже другое и соответственно отражается оно на другом листочке еще один момент это касается опять же подоходного налога 6 НДФЛ с 1 января если ИП или фермерское хозяйство снимаются с учета то в этом случае в поле отчетный период указывается один из следующих кодов то есть например квартал, полугодие, 9 месяцев и так далее опс извините перескочила и коды по месту нахождения ну то есть ИП всегда указывает код 120 когда он сдает по месту деятельности то есть если он ведет деятельность там где он зарегистрирован то используется код 320 а код 120 если по жительству фермерские хозяйства указывают код 124 поскольку изменений в законодательстве очень много то соответственно в 1С есть помощь которую можно посмотреть, почитать это в общем-то достаточно удобно и почему я делаю заостряю ваше внимание именно на этом моменте потому что даже бухгалтера, которые долго работают в программе и знают ее как свое домашнее хозяйство не часто обращаются вот к такому пунктику начальная страница то что вы видите на слайде это слайд из бухгалтерии предприятия бухгалтерия предприятия Корп если быть более точным то есть в меню начальная страница содержится раздел методическая поддержка то есть здесь у нас имеются и сведения по поводу всех изменений то есть мониторинг законодательства и руководство по ведению учета то есть нормативная база если у вас что-то вызывает сомнения то можно посмотреть и основной плюс что во-первых это актуальные данные действующие на текущий момент а во-вторых не надо лазить по сайтам потому что даже если вы имеете какие-то правовые системы там консультант плюс гарант любые то это нужно полазить по сайту посмотреть эту информацию а здесь это сконцентрировано в удобном виде и всегда под рукой и это слайд из конфигурации бухгалтерия предприятия в ERP функционал абсолютно точно такой же но чуть-чуть различается интерфейс то есть вот так вот мы можем посмотреть что это в ERP тоже начальная страница немножко другая компоновка экрана и сейчас мы с вами перейдем на одну и на другую конфигурацию посмотрим это в живом виде то есть не только по слайдикам почему в живом виде потому что так более понятно и проще многим ориентироваться то есть и в ERP и в бухгалтерии есть кнопочка настроить вот сейчас мы с вами переключимся в бухгалтерию и здесь значит я сейчас закрою справочную информацию то есть вот начальная страница методическая поддержка что у нас здесь есть то что я вам показывала на слайде и кнопочка настройка то есть кнопочки настройка мы можем отобрать те блоки которые нас интересуют то есть если например вас интересует только 1С отчетность то вот вы можете передвинуть стрелочками туда-сюда добавить и выбрать ту настройку которая вас интересует ну либо допустим если вы хотите проверить поставщиков на должную осмотрительность и так далее ну либо выбрать стандартные настройки чтобы не морочить себе голову сейчас мы с вами переключимся в 1С ERP здесь у нас тоже есть начальная страничка начальная страничка тоже то что я вам показывала на слайде единственный момент что немножечко по-другому скомпонован интерфейс но функциональность абсолютно точно такая же то есть информацию вы можете посмотреть ту же самую которая и в бухгалтерии и кнопочка настроить дает вам точно такую же возможность только выглядеть немножко по-другому то есть настроить и дела и интернет поддержку то есть посмотреть что вам нужно то есть что для вас актуально чтобы выступала сюда ну и соответственно здесь будет отображаться информация если обновились какие-то справочники классификаторы ну какие-то другие проблемы в программе вы тоже можете вот здесь вот посмотреть то есть в принципе достаточно удобно плюс здесь немножко сложнее интерфейс и например в этом окошке вот видите пиктограммка почта вы можете видеть и переписку ну и соответственно настраивать уже под себя снова вернемся к нашим слайдикам это вот то что мы с вами уже посмотрели теперь то что касается поправок которые внесены в налоговый кодекс поправки на самом деле достаточно интересные то есть статью 4 и 45 первой части налогового кодекса были внесены изменения по которым правительство наделяется полномочиями издавать нормативные правовые акты которые за указанный период то есть 1 января по 31 декабря этого года позволяют отменить или перенести на более поздний срок сдачу отчетности или уплату налогов ну то есть перечень того что теперь может делать правительство ну так сказать в экстремальном режиме вы можете посмотреть вот здесь по тексту то есть кроме того что президент подписал закон о внесении изменений в первую часть налогового кодекса точно так же подписан закон о внесении изменений во вторую часть налогового кодекса ну здесь в основном описаны преференции которые касаются определенных регионов ну то есть Курильских островов поскольку там сейчас идет достаточно сложная политическая борьба с Японией и так далее ну то есть соответственно предприятия которые регистрируются в этом регионе будут иметь ряд преимуществ до 2046 года они могут быть освобождены от налога на прибыль транспортного налога имущественного и земельного то есть в общем-то льготы достаточно серьезные и приравнены к льготам которые имеют резиденты например Калининградская особо экономической зоны на дальневосточные то есть теперь и для Камчатки такие изменения действительны ну соответственно это нужно учитывать если вы предполагаете воспользоваться этими льготами открыт на Камчатке крупный бизнес кроме этого новшества которые коснулись налоговых законодательных актов это по налоговая тайна значит в этом случае налоговики себе подстелили соломки и написали что нельзя считать разглашением налоговой тайны ситуацию когда они передают сведения каким-то другим организациям или плательщикам ну соответственно это касается если предприятие проверяется другими органами но не только налоговыми то есть в этом случае налоговая считает что это не будет являться разглашением налоговой тайны и второй момент это налог по уточненной декларации то есть мы все знаем чтобы избежать штрафов если мы подаем уточненную декларацию то нужно сначала оплатить налог а потом подать уточненную декларацию в противном случае будут штрафы и соответственно пение здесь то что новшество в общем-то то по уточненной декларации инспекция учтет исправление которое вы подавали по корректирующей декларации только после результата только после камеральной проверки или если истекли сроки ее проведения вступает эта норма в силу с 1 июня и соответственно будет она действовать к отчетности которая подана после этой даты то есть за второй квартал этого года поскольку изменений достаточно много то мне хотелось бы напомнить вам о том что следует проверить потому что может быть особенно когда предприятие достаточно давно уже работает возможно вы не учли какие-то изменения которые надо внести в учетную политику в связи со всеми этими нововведениями то есть основное где у нас учитываются и новые ФСБУ и допустим требования по амортизации и учет прослеживаемых товаров это у нас учетная политика обратите внимание что вот сейчас у меня на экране интерфейс который имеется например в ERP релиз 2.5.7 в версии 2.4 немножечко интерфейс другой в принципе функциональности и там и там практически одинаковая но по внешнему виду они немножечко отличаются то есть видите вот в более ранних релизах у нас это выглядело вот таким образом а сейчас в более последних релизах вот так то есть то же самое но немножко в другом оформлении немножко в другой компоновке как нам посмотреть вот сейчас мы перейдем с вами в ERP и посмотрим где это находится то есть мы переходим НСИ и администрирование проверяем что у нас здесь ну допустим то есть вы ведете одну организацию или несколько организаций проверяем настройки которые у нас здесь есть может быть у вас что-то изменилось с момента последнего ну так сказать момента когда вы сюда заходили и соответственно проверяем то что у нас находится в регламентированном учете и обязательно проверяем в учетной политике чтобы были все проставлены флажочки которые требуются если вы работаете с 6-м с 26-м ФСБУ то есть по учету по учету аренды и так далее хочу еще обратить ваше внимание вот сейчас мы с вами находимся в базе ERP значит у нас здесь есть регламентированный учет и блок отчетности 1С отчетность практически и в ERP и в бухгалтерии эти блоки абсолютно идентичны то есть например сейчас перейдем мы с вами в бухгалтерию здесь это находится немножечко в другом месте то есть меню отчеты и соответственно здесь у нас тоже есть отчетности в банке и вот он блок 1С отчетность обратите внимание практически тот же самый перечень то есть регламентированные уведомления письма сверки личные кабинеты и EGRU единственное отличие что в ERP у нас еще есть сообщения в контролирующие органы то есть вот они те же самые регламентированные уведомления письма сверки EGRU личные кабинеты и сообщения в контролирующие органы хочу обратить ваше внимание на пункте личные кабинеты значит в этом случае очень удобно им пользоваться ну во-первых что такое сама 1С отчетность то есть это возможность сдавать напрямую без операторов то есть без БИСа без ТАКСКОМа без Астрала в этом случае напрямую из программы сдается на сайты налогового пенсионного статистики ну то есть соответственно в те бюджетные внебюджетные организации которые должны получать эту отчетность разницы практически нету единственное что устраняется дополнительный шаг так вы выгружаете файл потом файл загружаете например в тот же СБИС и уже после этого передается в налоговую инспекцию здесь этот шаг исключается и передается напрямую в налоговую инспекцию подключиться к отчетности можно дополнительно если вы подписчики ИТС то если у вас ИТС техно то за это нужно будет заплатить небольшую денежку если проф то соответственно это не нужно про личные кабинеты я хотела показать вам и рассказать немножечко про другое то есть например ну возьмем личный кабинет юридического лица то есть компании соответственно если в этом случае вы настраиваете личный кабинет то не нужен нам интернет эксплорер закрыть текущую вкладку у меня настроен переход то есть вы можете сразу попадать в свой личный кабинет вашей организации что очень удобно когда нужно посмотреть например сверху с налоговыми сверху с бюджетом провести ну и соответственно посмотреть актуальную информацию ну вот налогоплательщика та же самая история ну вот можно заходить под записью госуслуг можно вот по ЭЦП и так далее это очень удобно потому что не требует дополнительных телодвижений прямо из программы можно отправить напрямую любой отчет любую любое письмо любой запрос и ФСС поскольку у нас в этом году получается что только электронные больничные листы то соответственно личный кабинет ФСС вот вы сразу попадаете на их сайт и в этом случае вы можете сразу видеть актуальную информацию по больничным листам ваших сотрудников то есть прошло не прошло в каком состоянии может быть требуется какая-то дополнительная информация то есть в этом случае вы все видите сразу и так сказать в режиме реального времени статистика ну в принципе статистика пока на самом деле не настолько требовательная как например налоговая или ФСС но тем не менее проверить может быть вы попали под выборку еще какого-нибудь хитрого отчета по статистике здесь всегда гораздо проще ну соответственно если у вас есть алкоголь регулирования природнодзор или там еще какие-то хитрые отчеты то здесь тоже это можно видеть и самая большая приятность этого режима то есть личных кабинетов вы можете прямо отсюда направлять письма сверки уведомлений и так далее ну раздел отчетности это стандартно здесь перечислена вся отчетность которую мы сдаем со статусом например в работе принято и так далее причем вы будете видеть сразу когда налоговая ну изменит статус то есть сейчас например он у меня в работе потом может быть статус отправлен потом принят но опять же если вы видите статус принят то расслабляться не стоит потому что она может быть потом как мы с вами говорили в начале нашей встречи она может быть может оказаться не принятой еще один момент на котором хотел бы заострить ваше внимание это что с 22 года были некоторые расходы или доходы которые разрешили или наоборот запретили учиться в 22 году ну из приятных плюшек это то что неокр расходы на неокр может она будет включить в состав затрат на приобретение ну соответственно либо исключительных прав изобретения промышленных образцов там и так далее но к сожалению неокр у нас не слишком у многих предприятий применяется поэтому это в общем-то не для всех будет актуально еще один момент это штрафы в возмещении ущерба идут в убытке по статье пении штрафы уплаченные в бюджет и государственные внебюджетные фонды и учитывать их в расходах налоговой базы по прибыли мы не можем точно так же как с 1 января добавится добавились вернее уже платежки в бюджеты по возмещению ущерба ну и про инвестиционный вычет по налогу на прибыль теперь его можно применять к дорогой недвижимости с 22 года могут быть включены в состав этого вычета расходы на приобретение на создание дорогостоящих объектов недвижимого имущества это и здания и сооружения то есть со сроком использования свыше 20 лет и еще один момент это в 21 году у нас существовали ограничения по учету в налоговой базе прибыли то есть базе по прибыли для налога на прибыль расходов на путевки для работников в зависимости от того как была приобретена путевка с этого года в расходах по налогу на прибыль расходы на оплату путевок для работников можно включать даже в том случае если мы заключали договор например напрямую с санаторием а не через туроператоров турагентов и так далее и еще еще один момент что мы можем не иметь такого договора а просто компенсировать работникам затраты на приобретение таких путевок то есть соответственно не только работникам но и их супругам родителям детям и так далее и компенсация стоимости путевки не облагается НДФЛ даже если расходы на нее учитываются в налоговой базе по налогу на прибыль но как обычно в сказке про Золушку в 12 часов карета превратится в тыкву так и здесь то есть такие затраты можно учесть только один раз в год в общем-то вот на этом наверное наша наша тема немного исчерпана то есть наш сегодняшний вебинар был построен на основании вопросов которые задавались наиболее часто при введении всех новшеств при том как отразить это в программах в ERP в БП единственное еще на что мне хотелось бы обратить внимание сейчас мы немножечко снова вернемся в демо базу по ERP и вот что мне хотелось бы на что хотелось бы обратить внимание значит соответственно раздел NSY и администрирование здесь у нас идет подраздел настройка NSY и разделов и по пунктам даны настройки ну так сказать грубые если можно так выразиться то есть те которые либо активируют либо отключают использование какого-либо блока то есть если в бухгалтерии мы я сейчас переключилась в бухгалтерию и соответственно если здесь мы видим сразу все меню сразу все что в бухгалтерии имеется то в ERP немножко другая ситуация для того чтобы какие-то разделы активировать нужно сначала эту возможность задать через NSY и настройка разделов и уже после этого только переходить вот в эти подразделы и здесь уже более тонкая настройка если можно так сказать ну вот например склад и доставка то есть если здесь мы вот отмечаем что мы используем например орден склады несколько складов упаковочные листы там доставку например то есть мы этим активируем блок какой-то и уже после этого в меню склада доставка практически во всех разделах которые мы здесь имеем есть дополнительное меню настройки справочники и здесь мы уже можем дополнительно задавать какие-то параметры соответственно если мы используем если мы используем новую ФСБУ если мы используем новые законодательные какие-то преференции то мы должны сначала активировать этот блок и потом уже заходить и использовать ну вот в конкретных разделах ну вот например то же самое зарплатный блок использовать уже эти настройки еще хочу обратить внимание на такой момент практически блок зарплата в ERP полностью функционально соответствует тому что мы можем делать в конфигурации один из зуб то есть зарплаты управления персоналом и бухгалтерский блок тоже практически идентичен то есть основные отличия это у нас уже касаются маркетинговых мероприятий производственных и работа с международным учетом и второй момент что если вы используете программу ERP то лучше всего использовать переходить на 2.5 и использовать не ниже релиза 2.5.7 потому что основные изменения которые касались прослеживаемых товаров ну то есть всего что ну практически вот о чем мы говорили они реализованы уже в вот в этом релизе в предыдущих релизах функционально это можно делать но больше ручных операций на этом на этом моменте разрешите с вами попрощаться я еще раз выведу на экран наши контактные данные наша компания кодерлайн осуществляет весь спектр операций с программами 1с и продажа и разработка и установка и создание нестандартных каких-то отчетов или блоков так что мы будем рады помочь вам если у вас возникают затруднения и естественно ждем от вас вопросов в этом случае мы ответим предметно касательно вашей ситуации благодарю вас за внимание компания кодерлайн прощается с вами всего доброго кодерлайн 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 кодерлайн